Спецкор один из самых опытных военных журналистов Украины, который побывал в десятках горячих точек мира и которого избили в родной Украине, под Севастополем, во время исполнения профессиональных обязанностей. Андрей, здравствуй. Добрый вечер. Прежде всего, как ты и наши ребята-операторы себя чувствуете сейчас? Чувствуют нормально. Насколько можно нормально чувствовать себя в этой ситуации. Мы обошлись без, ну скажем так, без серьезных травм, кости целы. Вот. У меня два сильных ушиба. Два сильных ушиба ребер и вот зашита бровь. У нашего греческого друга Коста Саонищенко, который с нами вместе работал, сломан нос. То есть, ну, могло все это закончиться гораздо хуже, потому что у этих людей действительно были боевые пистолеты и они действительно стреляли. Сложно сказать, что им могло прийти в голову в тот момент. Я думаю, что они больше дружат с ногами, чем с головой, поэтому они могли выстрелить и в нас. Ну, собственно, мы к этому были морально готовы. Скажи, пожалуйста, что это были за люди? Удалось ли тебе это понять? Это были украинцы или это были россияне? Это были военные, это были гражданские наемники? Мне сложно сказать. Я постараюсь описать их действия. Наверное, если я их опишу, станет понятен алгоритм их действия. Вот когда они подъехали, ситуация была следующая. Я хочу уточнить. Когда мы начали снимать возле части, появилось очень много журналистов и очень много активистов. Тех людей, кто действительно поддерживает украинские войска, кто живет рядом. Потому что говорить о том, что весь Севастополь поддерживает Россию и действия России, конечно же, это было бы неправдой. Приехали люди, которые хотели поддержать наших военных и достаточно много журналистов. Это была толпа примерно человек 30. И вот сначала подъехала небольшая машина, вышли две женщины. Начали говорить журналистам, вы, мол, врете. Все врете. Я попросил уточнить, а в чем мы врем. То есть приведите пример. Я готов согласиться. Я готов с вами говорить о том, что мы врем. Но приведите пример. Пример она привести не смогла. Она говорит подруге, женщине, с которой она была, другой женщине, мол, давай вызывай их. Кого их, мы не поняли. И вот машина уехала. Прошло 15 минут. Подъехало примерно 5-6 машин. Разных машин. Одна из них была достаточно большой пикап. Насколько я понял, там была установлена рация. И человек, водитель этой машины, он просто координировал действия людей. И вот они пришли. Они как бы растворились в толпе. То есть они шли не с троем, не рядом каким-то. Они растворились в толпе. Видимо, выбрали уже себе цели. Каждый выбрал того оператора, которого он будет бить. Выбрали цели именно журналистов и операторов. Выбирали цели. Вот первое избиение. Выбирали цели именно тех людей, у которых в руках были камеры, планшеты, мобильные телефоны. Тех людей, которые снимали. И начали методично их бить. Вот наш оператор, один из первых, получил удар. Мы его бросили в машину. Ну, бросили. Мы его затащили в машину и поехали искать госпиталь. И вот, когда мы достаточно далеко отъехали от этой части, за нами мы увидели хвост. Да, за нами мы увидели хвост. Мы сделали лишний круг по клумбе. Машина ехала за нами. Появилась еще одна машина. Причем появилась она не оттуда, откуда мы ехали, а с другой стороны. То есть, получается, кто-то координировал действия. Кто-то сообщал. Кто-то наводил этих людей. И третья машина заблокировала нам дорогу на въезде в Севастополь. И вот там началось действительно вот то самое избиение. Очень техничное, профессиональное. Ну, как это происходило, я думаю, сотрудники милиции хорошо знают. Если я скажу, что это было похоже на силовое задержание. Очень технично. Действительно, технично, четко, профессионально, с нужным прессингом. Что они говорили? Они молчали, люди, во время этих всех действий и избиений? Что они говорили? Нет, нет. Ну, они пытались деморализовать нас. Да, вылезай, эпитеты соответствующие. Ну, вот, я думаю, сигналом мы закрыли. В общем, эпитетов больше, чем слов было. Вот. Но при этом они говорили, Севастополь, вам не Киев. Езжайте в свой Киев. Запомните, вы все поняли. Вы запомнили, что здесь такое. Да, ну, собственно, я пытался как-то с ними отшутиться. Да, не отшутиться, но как-то снизить градус напряжения. Ну, не знаю, насколько это удалось, видимо, не очень. Потому что уехали мы, как видите, с травмами оттуда. Хотя могли вообще не уехать, у меня такое ощущение. Андрей, ну, вообще, это удивительно. Мы знаем, что ты побывал во всех горячих точках мира за последние годы. Спасибо.